Значит, исследование это было Мигеля Бигота Виера показывало, что частое употребление кофе снижает риск ранней смерти у людей с хроническими заболеваниями почек Это исследовательская группа Мигеля Бигота Виера, результаты их наблюдения были опубликованы По-моему, это было 3-4 дня тому назад, могу ошибаться, один день туда, один день сюда в англоязычной прессе, ну а затем было переведено и появилось на русских ресурсах Значит, сразу оговорюсь, речь идет о нормальном кофе, речь идет о хорошем кофе, да, а не о суррогатах, которым переполнен наш рынок Думаю, не только в Армении, но и в подавляющем большинстве постсоветского пространства Мы ни разу, ни два обращались с теми кофе В частности, была передача, посвященная кофе для того, с целью, был такой бум, не знаю, кто вас помнит или не помнит Особенно зеленый кофе для похудения, кстати, до сих пор его продают Якобы зеленый кофе помогает похудеть Действительно, кофе и чай в определенных пропорциях, в определенной логике диетологии, в определенной логике пищевого поведения, потребления воды действительно помогают Как кофе и чай действительно помогают похудеть Стимулирует тем или иным образом метаболизм Ну и о кофе мы говорили и при гипертонии Часто говорим о кофе Вопрос сейчас не в этом Известно, что кофе, напиток, так скажем, далеко не однозначный Я всегда люблю давать такой совет своим больным, потому что он очень индивидуализированный, очень индивидуального воздействия, так скажем Если больному, ну или человеку, который ко мне обратился за помощью или за консультацией, вернее, становится хорошо после кофе, ну и Бог в помощь Если ему становится плохо после кофе, лучше кофе не пить Потому что действительно кофе действует очень и очень неоднозначно, очень индивидуально Более того, на одного человека, скажем, кофе может действовать в определенном промежутке времени очень хорошо, а потом категорически может от кофе отказаться Ярким примером тому служит моя жена, страстная кофеманка, но время от времени у нее полностью блокируется желание пить кофе И она может месяцами его не пить, потом опять начать пить Многих, которые касаются, да, особенно женщин, но мужчины так не очень к этому относятся Все-таки для мужчин это кофе и сигарета, что уже очень плохо, увы, для женщин сейчас тоже А вот кофе и сигареты уже в никаком варианте потреблять нельзя Но сейчас речь не об этом, ладно, сейчас просто хотят, хотим вернее мы поговорить на тему того кофе для людей с заболеваниями почек Надо сказать, что уже не одно десятилетие, да, специалисты различных областей используют кофеин, скажем, в кардиологии он широко используется, в неврологии он широко используется, в реаниматологии, анестезиологии Трудно найти какую-то область медицины, где кофеин в той или иной степени еще не применялся, помню, я еще в студенческие годы проходили исследования Павлова, выдающийся физиолог, выдающийся По мне, по-моему, один из очень редких врачей, физиологов, которые действительно были достойны присуждения Нобелевской премии по медицине Вот у него были исследования по кофе и, значит, кофе и бром, если я не ошибаюсь, да, кофейно-бромное растормаживание Потом это, значит, началось применяться и другие комбинации, значит, вместо брома начали применять другое Кстати, сейчас вот тоже могу порекомендовать любителям кофе, значит, после, значит, рюмочки, ой, после чашечки кофе обязательно принимать таблеточку валерьянки Ну, эффект будет наиболее, на самом лучшем Ладно, что-то я заговариваюсь, я хочу, что-то меня все время отвлекаюсь Так вот, ни одно десятилетие мы уже извлечаем кофе, есть эффекты кофеины Постоянно выявляются то положительные эффекты, то отрицательные эффекты, чистого кофеина, конечно, да Надо понимать, что тот кофе, который мы принимаем, там есть целые фракции различных биологически активных веществ А вот чистый кофеин, он все-таки немножечко такое, ну, чисто медицинское понятие Скажем, известно, что кофеин очень плохо переносит некоторые язвенники, да, поэтому им противопоказано В то же время кофе известен рядом своих протективных, так называемых, защитных эффектов Вот, например, один из важнейших из которых является запуск процесса высвобождения ряда активных веществ, улучшающих сосудистые функции, например, оксид азота Кстати, одна из функций, которая улучшает метаболизм, что считается? Там немножко, конечно, спекуляции, вот именно запуск оксид азота и так далее, и так далее, и так далее То есть, постоянно вот такая идет борьба в научных публикациях, то вы увидите, что в один день выйдет публикация о том, что кофе вреден Через день, причем в том же журнале может быть, что кофе полезен и так далее, это уже длится не одно десятилетие Чтобы это вас просто не смущало, повторюсь, действие кофе очень индивидуально, на одного человека действует здорово, на другого плохо Снова скажу, чтобы это как-то бы зафиксировалось, потому что многие не понимают, что сегодня вроде пил кофе хорошо, завтра пью кофе плохо Все очень и очень индивидуально Так вот, что касается исследования, значит, Мигеля Бегот и Виера, да, кстати, постоянно пишут мне в комментариях, что я все время повторяюсь Значит, я исхожу из следующего принципа, я когда-то делал, значит, очень короткие лекции, да, без повторения То есть, смысла, смысловой нагрузки, но потом понял, что лучше вести вот эти беседы по типу тех лекций, которые я веду со студентами Потому что узловые моменты нужно обязательно повторять, значит, те, кто меня сейчас критикуют, да, говорят, что я все время повторяюсь, ну, просто плохо знакомы с лекторским делом Да, действительно, в том жанре, который сейчас есть в Ютубе, подавляющее большинство роликов, да, так, искрометных, очень красивых Информация передается, подается очень быстро, очень в сжатой форме, 3-4 минуты И подается только там одна-две мысли, но я не думаю, что эта мысль закрепляется, да, хотя как-то ее визуализируют, там, пишут то, что говорит лектор, там, или там, эти все эти встречные и поперечные Я уж не знаю, как их зовут, я не схожу из этого принципа, я схожу из того принципа, что узловые моменты нужно обязательно повторять А, как известно, повторение мать учения Так вот, значит, ладно, вернемся, значит, к исследованию Мигеля Бигота-Вера Показалось, что предыдущие вот ряд исследований уже установили обратную связь между потреблением кофе и смертностью среди населения в целом Обратная связь, то есть, люди, которые любят потреблять кофе, живут, значит, в среднем дольше Однако связь между потреблением кофе и смертностью людей с конкретно с хроническими заболеваниями почек Долгое время оставалась определенной, пока вот мы не увидели исследования наших товарищей, Веры и соавторов Очень интересное было исследование, оно было довольно большое, потому что были проанализированы данные Где-то около 5000, 4800 с чем-то там было, значит, больных с хроническими заболеваниями почек, той или иной патологии Которые наблюдались в разных больницах с период с 1999 по 2010 год То есть, мы видим огромное, то есть, 11 лет, очень большое количество, ну, огромное не скажу, но большое количество, значит, на испытуемых Ну, интересно, что потребители большого количества кофе чаще всего были, значит, белые мужчины с высшим образованием и доходом не ниже среднего Это я сейчас важную вещь хочу подчеркнуть, чтобы потом дать свое, значит, заключение Кроме того, всего прочего, значит, большинство из них, потребители любви кофе, курили и на момент исследования или в прошлом употребляли алкоголь в большом количестве То есть, не в кардиологических, скажем, дозах, малых, а в больших количествах Так вот, несмотря на наличие всех этих факторов риска, любители кофе уменьшили риск осложнений и смерти от почечной патологии на 25% в среднем Последующие 5 лет жизни, там, ну, в среднем пишется 60 месяцев, ну, понятно, 12 на 5 – это 60 Вывод, который сделали авторы, что защитным эффектом обладает кофе в связи больных с хроническими проблемами почек Смешение смертности наблюдалось даже после учета других важных факторов риска, такие, как мы увидели, да, пол, раса, вредные привычки и другие заболевания, диета Однако, значит, все-таки лидер группы, вот этот Виер, ну, с осторожностью, значит, отнесся к этому исследованию Отметил, что эта работа не доказывает, что предполагаемые пользы кофе, значит, абсолютно доказано Для более достоверных выводов необходимо проведение полномасштабных рандомизированных исследований Тут надо сказать, что любое такое исследование заканчивается этой фразой, такой банальной фразой, да, что выводы у нас не окончательные То есть следующее проведение требует масштабных рандомизированных исследований, такой вид, жанр, вид политеза, значит, в науке, в медицине Что я хочу сказать, значит, во-первых, нельзя не согласиться, я смотрел методику, методологию, она безупречна, ну, практически безупречна, нет безупречных методологий, да, методик Все было проведено грамотно, учитывались факторы риска, самый такой, по мне, болезненный момент, немножечко заставляющий задуматься, все-таки люди жили, ну, те, которые жили больше, все-таки жили дольше Это были люди белые, ну, ладно, белые мы сняли из реестра, есть специальные статистические исследования, да, методики, которые удаляют эти факторы риска То есть без учета, значит, возраста, пола и расы мы этот момент отменили То есть понятно было, что, скажем, белые люди, которые живут лучше, должны жить и дольше Это, кстати, отнюдь не догма, потому что есть разные люди с разными достатками Но что усиливает, значит, актуальность темы и достоверность результатов, это то, что был проведен специальный, значит, статистический Были применены специальные статистические методики, которые удалили влияние вот этих возможных факторов риска, даже курения И пришли к выводу, что действительно, вот кофе, значит, влияет достаточно эффективно 25% это очень много в течение 5 лет на осложнения, а мы имеем дело с осложнениями хронической почечной недостаточности Не с риском возникновения, да, а именно с осложнениями и смертностью Это первое, что я хочу сказать И второе, что я хочу сказать, что очень важно, что надо понимать, что кофе, как известно, очень временно улучшает, да, функцию почек, функцию почечного аппарата Это действительно известный факт Каждый из вас, кто любит кофе, знает, что выпив чашечку кофе, вас через 10-15 минут тянет, ну, 20 минут по-разному Обязательно побежать, значит, в туалет хочется, помаленькому Это как раз вот то, что улучшает действие кофе Вот об этом мы тоже много говорили Стимуляция функций почек, да, чашечка кофе и обязательно после этого стакан воды Вот я бы хотел сказать следующее Если ваши лечащие врачи, если сейчас меня слушают, больные, у которых уже есть почечная недостаточность Или с проблемой, так скажем, с почками Обязательно увеличьте потребление количества воды Обычной питьевой воды, много раз об этом говорим Всего спрашивают, сколько нужно пить воды, сколько нужно пить воды Это в среднем 2 литра воды в день Вот такое потребление количества воды будет стимулировать работу почек Если, конечно, нет противопоказаний Поэтому, если есть проблемы, уже диагноз у вас есть Пора спросить вашего лечащего врача, можно ли увеличить количество потребляемой воды Заметьте, не соков, да, не каких-то напитков, а именно воды, ну, или минеральной воды Если врач скажет, никаких проблем нет, а обычно врачи очень и очень, тем более нефрологи, уронефрологи Урологи рекомендуют это делать, то пожалуйста А те, у которых нет проблем с почками, и они любят кофе пить, тем более Это уже должно быть таким законом Вообще, знаете, что если почки у вас нормально работают и нормально работает печень Вы автоматически становитесь долгожителем И не только количество жизни увеличивается, но и качество вашей жизни Вот и все, что хотел сказать Резюмируя сегодняшнее наше выступление Если вам кофе нравится То есть вы чувствуете себя хорошо после кофе Без сигареты, конечно, то пожалуйста Пейте сколько считаете нужным Если после кофе вам становится плохо То лучше кофе не пить В этом случае, если вы с врая связываете кофе Ваше ухудшение вашего состояния с потреблением кофе То и не надо его потреблять А если вы лечитесь у врача по различным проблемам То обязательно ему скажите о том, что кофе на вас действует тем или иным образом Особенно отрицательным образом Вот и все, что хотел сказать про кофе Вот и все, что было Вот и все, что хотел сказать Дорогие мои, пейте кофе на здоровье Но не курите И не забывайте, золотое правило Стакан минеральной воды Стакан воды через 20-30 минут после кофе Защитит ваши почки от всяких неудобных проблем Всего вам доброго, дорогие друзья И да пребудет с вами здоровье Дорогие мои, пейте кофе